Здравствуйте, меня зовут Татьяна Заварзина, я специалист в области тестирования и работаю в компании Кибербионик Систематикс. Я рада приветствовать вас на информационном ресурсе для разработчиков программного обеспечения ITVDN. Сегодня на практике мы поговорим об тестировании карандаша. Как вы уже помните, на втором уроке мы с вами рассматривали виды тестирования и в конце урока мы немного косвенно посмотрели, как же протестировать карандаш. Сегодня мы более глубоко и детально об этом поговорим, поэтому наш весь урок будет посвящен такому простому тестированию карандашу. Давайте приступим. Итак, говоря о нашем карандаше и говоря о том, с чего мы должны начать, конечно же, мы должны провести позитивный сценарий. Мы должны проверить наш карандаш на то, для чего он предназначен. То есть мы проводим positive testing, позитивное тестирование. Мы берем в руки карандаш и пишем что-либо им, или, например, смотрим, заточен ли он, а потом уже пишем. За позитивным сценарием или за позитивным тестированием у нас следует негативное тестирование. Как вы видите у себя на экранах, negative testing, у нас подразумевается, что мы делаем с ним непосредственно то, для чего он не предназначен. Здесь я указала, что мы можем с ним делать. Мы можем засунуть его в розетку, мы можем его сломать, что не нужно делать. Мы можем попробовать его намочить, потом высушить, и будет ли он рассеченным, то есть потрескается ли он. Что будет, если мы его пожуем? То есть вот такие варианты негативного сценария у нас присутствуют. Давайте теперь по порядку. Относительно функциональности, functional testing. Можно ли его заточить? Будет ли он хранить или как он будет переносить? Пишет ли он? Какова экологичность? Можно ли заточить его с двух сторон? Помните, да, вот так в школе все делали, когда заканчивался. Что будет, если написать, а потом стереть? Если мы что-то напишем, можно ли это стереть? Что будет, если мы надавим при письме? То есть вот такие функциональные свойства нашего карандаша, именно по функционалу. Относительно совместимости. Мы можем протестировать поверхности, мы можем протестировать инструменты заточки, и мы можем протестировать места хранения. Относительно поверхностей. Мы можем писать где угодно. Поэтому мы должны протестировать поверхность, мы должны посмотреть бумагу, пишет ли он на заборе, пишет ли он на стекле. Что можно говорить о инструментах заточки? Нож. Может ли он заточиться бритвой? Что если мы поточим его точилкой? Видите, то есть совместимость и совместимость карандаша относительно совместимости ПО, мы видим, что это очень легко провести аналогию, и все у вас получится. Относительно компонентного тестирования. Что если мы отдельно напишем грифелем? Что будет, если мы напишем или отдельно поточим деревяшку? То есть это компонентное тестирование. Что будет, если мы разделим два компонента наших, грифель и саму оболочку, и что будет с этим? Понятно, да? Интеграционное тестирование. Когда мы собрали, грифель не отваливается. Что значит, если мы, например, в конце наше ПО собираем по кусочкам, и работает ли оно? Это интеграционное тестирование. Мы собираем все наши компоненты и тестируем их. Хорошо. Относительно performance testing. Здесь мы должны задуматься и ответить себе на вопрос, сколько можно этим карандашом писать? Сколько он метров выпишет? Сколько километров? И так далее. Год, месяц? Два часа? Сколько можно заточить? Я думаю, все с таким сталкивались, когда мы точим-точим карандаш, и в какой-то момент мы не успеваем остановиться, и он ломается. Есть ли у карандашей срок годности? Тоже важно. То есть это все performance, это все зависит и все влияет на его воспроизводительность. В самом начале мы с вами не уточнили насчет black box testing и white box testing. Я думаю, что вы помните, когда мы с вами говорили об этих видах тестирования, мы не можем их ставить в один ряд вместе с всеми видами тестирования, которые у нас есть на экране. Продолжение следует...